С 2015 года вагонный парк он дерегулирован, в конкурентной среде находится. В 2015 году в Казахстане было зарегистрировано 7700 зерновозов, то мы уже сегодня видим 10300 зерновозов, порядка на 40%. Бизнес себе закупает вагоны, и этот процесс с каждым годом, согласно спросу, увеличивается, и никаких запретов на приобретение зерновозов нет. Кроме этого, грузоотправители имеют право привлекать российский парк, другие парки, и в этом тоже никаких запретов нет. Мы говорим о том, что кроме нашего парка работает российский парк здесь. Порядка 2700 вагонов сегодня российских работает в Казахстане. Мы говорим о том, что вагоны есть в вагоне в Казахстане. Но не устраивает цена, я правильно понимаю? Не устраивает цена. Пару примеров приведу. По Кучитовскому региону ежесуточно стоит порожнями тысячи зерновозов, при наличии заявок на 500 зерновозов. Или по Костанайскому региону ежесуточно содержится в порожнем состоянии 800 зерновозов, при этом заявка всего около 300. Если говорить о цене, какая разница? Теперь смотрите разницу. Вся заявка именно уходит на Астротранс, именно хотят вагонами пользоваться Астротранса. Разница какая? Я скажу, какая разница. На усредненном расстоянии 1300 километров на экспортную перевозку наша ставка 845 тысяч тенге, в России 1 670 миллион в пересчете на тенге. На внутреннюю перевозку на расстоянии 1300 километров 425 тысяч тенге, в России также 1 670 миллион. То есть те, которые вагоны, 2000 вагонов есть, они исходят из той расценки, что миллион. Я поэтому и говорю, если установить высокую ставку, здесь будет очень много вагонов, но проблему это не решит. Разово может осуществиться погрузка, но в целом мы опять забьем инфраструктуру, и эти вагоны не вернутся. Здесь надо подходить комплекс. Теперь про локомотивы. Только что коллега сказал, что остро выраженный сезонный характер имеет осенняя перевозка зерна муки, угольных и так далее. Соответственно, у нас именно дефицит появляется именно октябрь-ноябрь месяц. В декабре, скажем так, в январе уже будет другая проблема, куда отставить лишние локомотивы или вагоны. Возможно, переходящий объем будет у нас в январе месяце. Но в феврале опять будет избыток вагонного парка, уже будут искать свои отстои и так далее. Имеет явно сезонный характер. До этого говорили насчет Узбекистана. Я еще раз хочу сказать, что та квота, которая была до 14 сентября, она повлияла на определенный вывоз экспорта зерна. Если в течение 15 дней сентября месяца было отгружено 500 тысяч тонн одномоментно на Узбекистан, то уже в октябре месяце было отгружено 800 тысяч тонн на Узбекистан. Узбекская сторона заявила, что уже не может принимать и осваивать эти зерновозы и эти объемы в таком количестве. При этом я еще раз повторяюсь, другие направления свободны. Через Булашак на Туркмению мы готовы перевозить, она свободна. Ахтаусский порт через порт на Иран, также терминалы свободны, пустуют, надо его туда перевозить.